На долгострое по Фрунзе-77 весной должны возобновиться работы. Новый застройщик приступил к исследованиям состояния высотки. Работы там не велись долгое время. Из 10 лет, прошедших с начала возведения объекта, большую часть стройка стояла. Своей квартирой ждут порядка 300 человек. И вот, наконец, у обманутых дольщиков появилась надежда. Александр Захаров продолжит. Высотка на Фрунзе-77 начинала возводиться еще в 2009 году. Участники долевого строительства должны были въехать в свои квартиры через два года. Однако череда банкротств застройщиков остановила этот процесс на долгие годы. У здания сменилось три собственника. На последнего заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Чтобы избежать продажи дома за долги, дольщики даже создали свой жилищно-строительный кооператив. Жилищно-строительный кооператив был создан в момент, когда уже предыдущий застройщик почти сваливался в банкротство. И чтобы дом не был выставлен на торги с аукциона, было создано ЖСК и передали объект незавершенного строительства вместе с земельным участком на ЖСК. После этого все проблемы с достройкой дома легли на плечи самих дольщиков. Позади суды, смена застройщиков, пикеты и митинги. Жители делали все возможное, чтобы привлечь внимание ответственных органов к их проблеме. И, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. В доме снова заработал штаб строительства. Инвестор нашелся спустя пять лет благодаря помощи правительства Ярославской области и региональному закону о предоставлении застройщикам компенсационных участков по строительству без торгов. На объект зашла крупная строительная компания. Ей предстоит большая работа по приведению дома в порядок. Достаточно серьезный объект. Прекрасная оболочка. Но по своей начинке он подлежит аттракции, тем более восстанавливания в том виде, который он сейчас есть. То есть нам придется выполнять полностью все работы, значит, можно сказать, с нуля. Останется только монолитный каркас. Долгостроя на фроль за попоручение главы региона находится на контроле всех органов власти. Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков лично проверил ход возобновляемых работ. Сегодня провели штаб, обсудили со всеми смежными нашими структурами, со всеми ресурсно-оближающими организациями. И непосредственно с застройщиком, что необходимо, какая помощь, на какой стадии находимся. Объект находится на постоянном контроле. Поэтому в дальнейшем также будем двигаться, чтобы со временем участники строительства заехали в свои новые комфортные квартиры. Сейчас на объекте проводится предпроектная подготовка. По словам застройщика, работы по восстановлению достройки высотки начнутся в середине мая. Александр Захаров, Игорь Мосин. Новости города.